Кипит работа в окружной избирательной комиссии. Полным ходом продвигается подготовка к одному из самых важных событий 2016 года. 18 сентября во всей стране состоится единый день голосования. Жителям Щелковского района предстоит избрать депутатов в Московскую областную и Государственную думы. 3 августа завершился период подачи заявок для регистрации в качестве кандидатов, в том числе и по Щелковскому 127-му одномандатному округу по выборам в Госдуму. На данный момент у нас имеются документы на всех кандидатов, которые были представлены. По выборам депутатов в Государственную думу у нас выдвинулось 9 кандидатов. Все они были зарегистрированы. То есть на данный момент, если по суду никто не утратит статус кандидата, то соответственно все 9 кандидатов у нас будут находиться в избирательном бюллетене. На территориальную избирательную комиссию Щелковского района были возложены полномочия про регистрации кандидатов в Московскую областную думу от Пушкинского округа номер 17, часть которого расположена на территории нашего муниципалитета. Своих представителей выдвинули более 10 различных политических объединений. Многие уже получили официальное удостоверение кандидата. В их числе представители партии «Альянс Зеленых» Валерий Мальков, партии «Роста» Кирилл Козлов, коммунистической партии Российской Федерации Василий Мельников, справедливой России Геннадий Одинцов, ЛДПР Александр Краснощоков, партии «Родина» Игорь Лукин и Ирина Слуцкая, которая представит на выборах партию «Единая Россия». По выборам депутатов Московской областной думы у нас выдвинулись 13 человек от различных политических партий, самовыдвиженцев у нас не было. 12 из этих кандидатов подали в установленные сроки все свои документы и были зарегистрированы. Также в сентябре жителям города Щелково предстоит избрать представителей 15-го одномандатного округа на дополнительных выборах в Совет депутатов городского поселения. По дополнительным выборам депутатов Совета депутатов городского поселения Щелково по одномандатному избирательному округу номер 15 у нас в настоящий момент зарегистрировано уже 4 кандидата. Это от парламентских партий, от «Единой России», от «Справедливой России», от КПРФ и от ЛДПР. Один кандидат выдвинутый в порядке самого движения, он у нас установлен в законном сроке представил подписные листы с подписями избирателей в поддержку. В настоящий момент комиссия проверяет законность собранных данных листов. С 3 августа стартовала выдача открепительных удостоверений. По данным видам выборов у нас не предусмотрено досрочное голосование на выборах, то есть нельзя прийти заранее проголосовать. То есть голосование будет осуществляться только непосредственно в день голосования, 18 сентября. Но если человек по каким-либо причинам не сможет находиться по месту своего постоянной прописки, по месту своего жительства, он вправе обратиться к нам в комиссию, указать причину, почему он не сможет находиться и получить у нас открепительное удостоверение. Также проголосовать в Щелковском районе смогут обладатели временной регистрации. Для этого необходимо подать заявку в избирательную комиссию. Александра Горанич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».